привет еще раз но давайте сейчас попробуем опять напоминаю сейчас делаю прямой эфир именно рассказываю о тренировках от известного бразильского тренера тренировки питанием поделюсь своими ощущениями впечатлениями расскажу принципе от этой тренировки питания которые дают эту программу опять же как я сказал не буду называть фамилию этого тренера ну в принципе так тоже не честно потому что получается я купила программу заплатила и буду сейчас просто бесплатно отдавать не получится но опять же расскажу какая была программа составлена для меня привет привет пишите откуда буду передать привет и так как я сказала тренировки растов на дону привет спасибо череповцы ого привет спасибо что присоединились я знаю для вас очень рано да ну для меня очень трудно иногда просто выйти в эфир потому что иногда уже устаю именно морально и психологически не так физически и уже просто я не хочу просто выходить в эфир и сидеть с кислой мордой что-то там рассказывать скучно привет привет всем привет вот поэтому возвращаемся к нас основной теме название уже видите даже написал ягодичные по-бразильски и так программа была расписана и только я успела распечатать один раз это я также немножко буду сравнивать с программин которые даю моим клиентам или те программы онлайн про которую можете приобрести на моем веб-сайте то есть вот вам дается программка распечатанное все без каких-либо ссылочек на упражнения без каких-то объяснений без каких-то там замен там потому что очень часто мне девочки спрашивают а вот у меня есть только я могу дома тренироваться или в этом тренажере у меня нет такого ой в этом зале не такой тренажер как вы мне даете тренировки я начинаю там на каждое упражнение по два по три разных вариантов выполнения это упражнение большая разница между программами какими именно я рассказываю на сейчас расскажу потом программе и сравню с те которыми я даю дальше по упражнениям могу сказать что по крайней мере этот тренер дал на английском языке потому что вот другая трешит бразилианка которая тоже продает онлайн программы и я скорее всего это была моя ошибка когда я не уточнила не спросила программа будет на английском хотя бы и она мне прислала программу вообще скриншоты и на португальском я говорю мне как-то нужно перевести вы можете меня хотя бы пристать чтобы это было написано я могу там скопировать и перевести она горит не только в таком для меня это был вообще шок спасибо мне подсказать что да можно даже скриншот просто поставить в поиске перевести но там был такой перевод ребят пойти ну ладно если там упражнение приседания и ты можешь его перевести просто в google переводчики там переседание она будет звучит на английском на русском приседание на английском сквад на португальском там еще как-то и переводчик это переведет но когда например там какое-то было упражнение до сих пор я это отдельно сделаю эфир я вам расскажу о той программе которая мне также она очень известна у нее сумасшедшее количество просмотров я не говорю что продуктом как таковым вот программы тренировки комплексы тренировок вот и если там я перевела и там какая-то жабка стоя на одной ноге я вообще не могла понять что она имеет ввиду и я спросила можно какое-то объяснение или какой-то там вариант это упражнение как это выполнять ангри ну по гуглу онлайн вот а в отличие как моих программ все же я даю на каждое упражнение как я искаю видео объяснение или мимо того еще и альтернативы дальше по упражнениям опять же если вы думаете что есть какие-то супер офигенные рабочие упражнения которые вам за одну там неделю за один месяц сделать из плоской жопы в красивую офигенную фитнес попу я вас разочарую нет таких упражнений мало того есть некоторые упражнения которые подходить будет одному человеку другому не будет так это может быть разные факторы у вас генетика это может быть какие-то ограничения медицинские те же допустим я знаю не буду спорить что хорошие приседания правильной техники да помогут вам построить красивые ягодичные но если у меня протрузии в пояснице я не буду делать эти тяжелые приседания с грифом потому что я не хочу навредить свои поясницы правильно вот потом спорте не спорте но изолированные упражнения именно для ягодичных будет работать все равно лучше чем которые упражнения компаунд упражнений которые более как сказать на русском забыла упражнение название то есть более комплексные упражнения то есть те же приседания хоть убейте меня это будет в любых приседаниях не только ягодичные работать но и задняя поверхность бедра и передняя поверхность бедра если вы еще делаете с весом в руках немножко будете с руками или спиной там по ним помогать но в сравнении с там с отведением ноги назад или с киком назад и это доказано было уже такие исследования к подключался или таки накладывались на те мышцы на ягодичные и проверялись каких упражнениях максимально активируется эта мышца и что вы думаете в каких именно в киках назад под подведение отведение назад вот эти кики ногой или на блоке или с утяжелителями именно вот в этих работала ягодичная максимально понимаете вот поэтому как я сказала если вы думаете что у какого там супер тренера будет какие-то супер навороченные упражнения могу разочаровать упражнения одни и те же даже у тех же бразильских тренеров но самое главное во первых так как и начала еще в начале эфира говорить это ваше терпение очень многие ягодичный мостик но опять же ягодичный мостик там у некоторых включается поясница у некоторых получается больше на чувствует заднюю полость бедра то есть поэтому и сказала если один будет клясться что в ягодичном мостике а максимально не чувствует ягодичные а второй человек будет делать горит ну да я чувствую но не очень понимаешь да тут можно посмотреть технику выполнения тут можно поработать добавить те же резиночки тоже поработать добавка рабочего веса но опять же как я сказала упражнения могут для разных людей работать по-разному поэтому самая главная цель найти те упражнения которые работают для вас и стараться на них концентрироваться но это не значит что не нужно выполнять и другие то есть опять же как я сказал я могу вам прочитать тот же список упражнений вот допустим тренировка первое ягодичные side walking with bent on the ankles проходка в сторону и опять же самое интересное у меня есть доказательство что первый раз я начала эту проходку с резинкой делать еще в далеком 2000 где-то двенадцатом или тринадцатом году у меня есть самое первое видео когда еще были не ленты вот эти которые сейчас dance как есть резинки а это еще был просто такой как тюбс резинка с двумя креплениями на ногах и вот я первый раз тогда делала проходку в сторону я не говорю что я изобрела я также не помню где-то я увидела ее перераз делала и я офигенно почувствовала мышцы и из-за тех пор я с уверенностью говорю что да они работают самое интересное было когда я начала 1013 проводить свои семинары на украине в россии мне начинали там многие великие тренеры и блогеры обливать грязь да что она там прикалывается что на тем эти резинками ни хрена не накачает я никогда не говорила что резинками только резинками вы накачаете мышцы я всегда говорю что резинки вам помогает активировать максимально ягодичные то есть как бы вот выцепить когда вы допустим те же приседания кто делал напишите кто делал упражнения с резинками вы вы подтвердите что если делать просто приседания еще тем более тому человеку который не знает что такое включить мышцы ягодичных делать приседания она может быть чувствовать квадрицепсы заднюю поверхность бедра и немножко ягодичная одеваешь резиночку заставляешь ее хорошо растянуть ее коленями и она с первого подхода повтора будет говорить что у нее и чувствовать именно ягодичные выходит и треснет ягодичные с резинкой работают лучше чем без и это я всегда имела ввиду вот поэтому пожалуйста та же проходка в сторону 3 по 20 шагов каждой ногой первое упражнение второе упражнение разведение ног в машине то есть принципе программа у него начинается именно опять же для как с разогрева ягодичных как мы в принципе каждая тренировка ягодичных мои клиентки могут подтвердить и мои девочки которые покупали мои онлайн программы и кого комплексы могут видеть что принципе каждая тренировка ягодичных начинается с разогрева то ли это проходка в сторону то ли Это выпад шаг в сторону с резинкой Балеринка, вот, пожалуйста, то же самое Дальше Мостик, на английском Это hip thrust machine С резинкой Делается Дальше у него есть Buy set, это супер сеты То есть с приседанием с гантелей То есть приседание с гантелей Дальше Barbell back squat Я ему сказала, что я не делаю приседания с грифом Он сказал, можешь делать просто Или перед собой держишь, или на блоке То есть это только после того, как я ему сказала Что вот у меня такие ограничения Вот, и как это показывает Что он не делал программу под меня То есть у него есть какие-то На штампоновой программы Ну да, потом заменишь Тоже приседание с резинкой Дальше Frog with mini band Это та же лягушка То есть, если не видели, у меня есть Я оставила это видео Лягушка тоже интересная Что она тоже не для всех подходит Я очень часто вместо лягушки Делаю именно разведение коленей Или мостик лежа на полу Потому что очень часто именно Вот и у меня, честно говоря, признаться В этой лягушке Не получается хорошо ягодичные пробить Дальше Жим ногами И Лягс extension Это Разгибание ног В суперсете С Выпады с проходкой Вот это вся тренировка От ног Так сказать Ягодичных Но ног От бразильского тренера Баулки 3 дня болят Результат очень ровный Отлично Сейчас немножко была приостановлена Ваши комменты Я помню это слова Еще 7 лет Спасибо, дорогая Во-во Есть тренер, который говорит Что округлить попу Может только ягодичный мостик Ну, опять же Так категорично Говорит, что только попу Ягодичным мостиком накачать Или там попу только Ну, слушайте Есть много тренеров Старые закалки Которые клянутся Что только Сильными приседаниями Со штангой Можно сделать ягодичные А то, что вместе с ягодичными Будут ноги увеличиваться Они это не говорят Вот, то есть Нельзя так категорически Это говорить Но все же Да, мостик Хорошее упражнение Именно для ягодичных Какие лучше резинки Тканево-эластичные Дело в том Что у меня есть Целое там видео Я рассказываю Какие есть варианты резинок И я советую Нельзя так же Категорически говорить Там только эластичный Или только Матерчатый Дело в том Что первые Вот резинки Которые я тоже Привозила Это на семинары Называется Hip Между прочим Были изобретены Пауэрлифтерами Вот есть у нас Дяденька Очень известный В Америке Он пауэрлифтер И он первый Вел эти резинки Именно была такая Синяя Матерчатая резинка Она хорошая Но Дело в том Что я сама Прокололась Я ее Первую Когда я купила Была какая-то Выставка Давным-давно То ли Арнольд То ли Олимпия Я у него купила Майк Белл Кажется его зовут Я у него купила Эту резинку Я прошла С ней Мои подготовки К соревнованиям Я провела Там по 40 человек Ее на себе Испытали На всех семинарах В России Украине Белоруссии И она уже Бедненькая Не выдержала Под конец Она уже рассаталась Я когда Сделала Эту фотку Ему прислала Он говорит Какие ты там Жопы тренировала Он говорит Чтоб такую резинку Разбомбить Вот так Это реально Нужно постараться Но Потом Лучшие Самые лучшие Я все таки считаю Би Форс Я очень часто Их тегаю Если хотите Я потом поставлю Би Форс Бенз Очень классные Они широкие Очень часто Тоже от этого Зависит Потому что Если тоненькая резиночка Допустим Те же проходки в сторону Там балеринка Будет нормально работать Но если вы будете Делать тот же мостик Те же приседания Те же там Тяги Тоненькие Будут немножко Врезаться Больше в ногу И Не будет такой Хорошей Амплитуды Разведения Коленей Это раз Во-вторых Не гонитесь За максимально Жесткими Потому что Очень часто Что получается Она не растягивается Достаточно Чтобы именно Получить эту Амплитуду Чтобы хорошо Растянуть Ее коленями То есть Вот в Би Форс Бенз Я беру Там широкие Там есть Самая сильная Допустим Синя Я ее беру Допустим На те же мостики На те же Там Приседания Выпады в сторону А есть Там розовая И красненькая Немножко Помягче И мы делаем Проходку в сторону Балеринка Матерчатые Очень часто На что попадаешь Мне Тоже Эти Даже Би Форс Бенз Они сделали Матерчатые Проблема в том Что Вот смотрите Любой материал Знаете Если помните Были такие Какие-то Трусы Или там Какие-то Штыны с резинкой Которые были широкие Правильно Ты вроде бы Ее берешь Ты ее растягиваешь И все Она только Чуть-чуть растянулась И все И это проблема С матерчатыми резинками Они Не достаточно Растягиваются Понимаете То есть Опять же Не будет Этой Амплитуды Поэтому Тоже Очень аккуратнее Даже Те же Би Форс Бенз Вот эти Которые Они сделали Матерчатые Они Нехорошие Я очень часто Вижу Многие Там Ставят Блогеры Там Сделали Свои Собственные Эти резинки И продают Их Тоже Очень аккуратно Потому что Если Не видите В том же Видео Если Там Показываешь Что Достаточно Хорошо Вы можете Растянуть Такая Резинка Не будет Очень Эффективная И Опять же Не гонитесь За самой Максимальной Нагрузкой Потому что Вы просто Не сможете Держать Ту Амплитуду Которая Нужна Хорошо Дальше У меня Тема Не хватает Работа Резинка Ну Полно Видео Упражнений Можно Смотреть И Пробовать Чего Тут Хватать Программа Ничего Особо Что-то Ну вот То что Я говорю Ребят Нету Там Нет Супер Программ Ой Программ Я вам Также покажу Тоже Ее программа В скриншотах В Ватсапе То есть Если у меня Покупают программу У меня там На имейл Я им отправляю имейл Там целый список И самые Классные Фидбэки Которые получаю Вау Саша Столько информации Столько Интересных Там Видео И ссылок И так далее Сравниваю с этим Все Дальше Если хотите Могу дальше продолжить Самый тоже Интересный момент Смотрите Насчет кардио Очень часто Девочки Не буду Она сама Узнает Моя клиентка Себя Но дело в том Что Очень часто Делают то Вот ставят Одну цель А делают Совершенно Противоположное Или Что-то Во вред Своей цели Смотрите Допустим Говорит девочка Я хочу построить попу И начинает бегать Там по два часа В день Кардио Говорю Дорогая моя Будешь бегать Ты свою жопу Растрясешь Вы хоть одну Бразилианку Видели Которая бегает Полумарафон И по два часа В день бегать Нифига Максимум Что они делают Спринты Максимум Что они делают На байке Максимум Что они делают Прыжки на трамплине Правильно Все Они не будут Бегать по два часа Потому что Хоть ты тресни Но своим бегом Ты Если только у тебя Нет реально Генетически Красивой Округлой попы Ты будешь Стараться Натреновать В зале Оформить А то что ты Пробежалась Ты ее Раструсишь Раструсишь И больше у тебя Округлости не будет Поэтому Вот и есть У меня такая клиент Которая любит И побегать А потом плачет Зачем мне плоская жопа И самое интересное Так просто получилось Что у нее Нет возможности Так много бегать И буквально За пару месяцев Когда перешли На именно Такие хорошие Силовые тренировки У нее попа Оформилась До такого момента Что уже ее Знакомый Говорит Слушай Ты что Себя попу Силиконовую поставила Видите А это еще раз Подтвердило то Что я твердила Уже ее практически год Вот И что самое интересное Опять же Увидела подтверждение В программе Этого тренера Как я сказала Я люблю Опять же Какие-то Продолжать учиться На себе что-то испытывать Покупать новые Программы Каких-то известных тренеров Опять же На себе это испытывать И иногда Нахожу Очень много Похожего И как бы Это тоже подтверждает Мои же слова И мои уверенности В том Что я правильно Что-то делаю Опять же Смотрите Насчет кардио Fast walking Do not jogging 30 минут Это Быстрая проходка Не бегать 30 минут На пустой Живот Ну на пустой Желудок И можно Черный кофе Все Это по кардио Не бег Даже не пробежка Нелегкая Проходка Понятно Вот Это то что было Указано на кардио Дальше Если хотите У него так же Была тут и спина Спина То же самое Широкий хват Подтягивания Подтягивания Обратным хватом Пуловер Тяга В наклоне Тяга Бицепс И бицепс В принципе То же самое То что В большинстве случаев Я делаю Упражнения на спину Разными хватами По разным наклонам У меня это есть отдельно Видео на ютуб канале Зайдите посмотреть Ютуб Саша Браун Как составить тренировку спины Ничего здесь В принципе Такого Сложного нет Вот представьте Что это ваша спинка Вы хотите ее проработать По всем наклонам Тяга 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 В наклоне Все И можно Пуловер добавить Вот И два упражнения На бицепс Вот пожалуйста Вам тренировка На спину Дальше Третья тренировка Ноги Так я понимаю А Нет Это даже не ноги А пресс И Третья тренировка Это пресс И голень Три упражнения На пресс И три упражнения На голень Все Тренировка Третья Четвертая тренировка Опять ягодичная То же самое Проходка в сторону То же самое Разведение ног То же самое Мостик И как вы думаете В принципе Одна и та же тренировка Что была первая То есть получается Две одинаковые тренировки За неделю Четвертая Плечи Плечи Тяга к подбородку Подъем через стороны Подъем через стороны Ага Это было с гантелями Это на блоке Подъем перед собой Подъем на бицепс И жим Задняя дельта С гантелями Трицепс Все Плечи Трицепс Вот и все Сколько это стоило? Четыре недели На четыре недели Это вот так Мне четыре Тоже Мне спрашивают Как долго делать тренировки Вот эта программа Я должна была делать Четыре недели То есть Две тренировки в неделю У меня Ягодичные Одна спина Одна плечи И одна Пресс отдельная голень Вот И это на четыре недели Сто семьдесят пять долларов Все Без каких-то там Объяснений Без каких-то там Онлайн поддержек И так далее Ну сказал Отрабатываешь четыре недели Пишешь отчет Хочешь продолжить дальше Опять оплачиваешь Опять дальше Дело на четыре недели Меня это не впечатлило Как я и сказала Я попробовала Сейчас еще про питание расскажу Попробовала Опять же Мне не было такого Вау-эффекта Чтобы я захотела продолжить И Немножко сама же себе Навредила Сделала Неудачное Приседание Прие С тяжелым весом И Потянула мышцы Очень сильно И она Я потом месяцев Шесть вообще не могла Ни делать Ни выпады Ни приседания Ужасно болела Приводящая мышца И Вот только По чуть-чуть По чуть-чуть Он начал отпускать И все равно Иногда Чуть-чуть Где-то Переусердствую И начинает Она опять болеть Поэтому От программы Ничего хорошо не получаю Кроме Травмы Дальше Вам тяжелые весом Вам тяжелыми весами Увеличили ноги Вам тяжелыми весами Увеличили ноги Я не понял Что вы спрашиваете Ну вот Номинация Wellness У них раскачанной Больше чем у бикини Тоже красиво Опять же Смотрите Вот я еще тоже говорю Кто-то говорит А вот Я может рассказывала На фейсбуке Там есть Группа Не буду называть Но такой Фитнес ориент Можно так сказать То есть Бодибилдинг То есть там люди Кто занимается Бодибилдинг Может там не серьезно Но Ну Так сказать Фитнес группа Правильно И вот одна девочка Пишет Мол Вот такой пост Мол Я хочу вас спросить Стоит мне вообще Тренировать ягодичный Дома Если нет доступа В зал Или это вообще Не имеет смысла И нужно там Ждать пока У меня получится В зал попадать И начинается Там все Да Не страдай фигней Ты ягодичный Не сделай И вопрос был Сделать Красивую попу И начинается там Ответы знатоков Вот Да не страдай фигней Нефиг тебе там Заниматься дома Дома ты ничего Не сделаешь Ягодичный Мне только нужно Качать в зале Большими весами Там штангами И так далее Мне так стало обидно За эту девочку Я написала Во-первых Вы понимаете Что у всех Понятие Красивая попа Разное У этой девочки Может просто Красивая Страненькая фигурка Страненькая фигурка С красивыми Какими-то Очертаниями Ягодичных И все Без каких-то Лишних И все И такую попу Прекрасно Можно подтянуть И в домашних условиях С теми же Резинками С теми же На диване Мостиком С теми же Бутылками воды Жгутами И так далее Понимаете Опять же С чего мы начинаем Где отправная точка Как эта девочка Выглядит сейчас Правильно Извините меня Может эта девочка Пишет Которая Генетически Просто стройненькая Ей нужно Подтянуть фигурку Сделать Тонус мышц И все И Просто Вот теми Категорическими Ответами Что у тебя Ни хрена Не получится Сидеть на диване Дальше Просто мне стало За нее Обидно Или Другой вариант Сидит Большая девочка Не будем Обзываться Но сидит Большая девочка Которая есть Большой лишний вес И говорит А можно ли Там накачать попу И имеет ввиду Попу Красивую Как у фитнес Там такой С тем Модели Может Той же Уэлнес И спрашивает А можно ли Такую попу Сделать дома Понимаете Во-первых Кто спрашивает Как она выглядит На данный момент Во-вторых Какое у нее понятие Красивой попы Потому что Это может быть Просто плоская попа Не в обиду Девочкам сказанных Которых Ну практически Ее нет Но она Они ее любят Она просто плоская Но им нравится Такая фигура И все Вот То ли это Красивые очертания Ягодичных Там фитнес-бикини То ли это Вэлнес То ли это Бодибилдерская Попа Девушки Которая Просушенная До костей Понимаете То есть И вот так Категорически Отрубить Желание человека Вообще Чем-то заняться И начать что-то Мне просто стало обидно Я ей сказала Никого не слушайте Потому что Мне тоже Когда кто-то говорил Не кто-то А все мне говорили Что Да ты кто-то такая Из какого-то Маленького Городка Городка Украины Никогда ты ничего Не добьешься А я всем Наплевала На всех И добилась Своего Вышла на сцену Олимпии И сделала Ту форму И ту фигуру Которую я себе Хотела всегда Вот и все Не говорю Что я это сделала Дома Не говорю Что это было легко Но Извините меня Когда-то я тоже Начинала Если не знаете Заниматься По видео Синдии Крофурд Дома С утяжелителями Поэтому Все можно сделать И любая тренировка Лучше Чем ее отсутствие Вот так Это мой принцип Поэтому Такое небольшое Отступление И опять же Вот Вы сказали Что Велнос Красиво Это красивые ножки Красивые попы Для вас Это Понятие красоты Правильно А кто-то посмотрит И как вот Некоторые Их обзывают Кентавриками Потому что Обычно Вот таких девочек Вверх маленький Да Там и плечики Есть и спинка Но не такие Развитые Как ноги И попа Правильно И ну Реально Иногда смотришь Как кентаврики Вот Поэтому У всех Понятие красоты Разное Понимаете Дальше А сколько я уже Задолбалась Выслушает Что я выгляжу Как мужик Даже сейчас Оказывается Так Приседания тех Кому клей не нужны В будущем Ну опять же Так нельзя Категорически Относиться К приседаниям Если конечно Обдолбить С плохой техникой И вот сейчас В последнее время У меня появилось много Новеньких клиенток И Самый интересный Феномен У меня так получилось Что Пришла девочка Которая в жизни Никогда не занималась Ничем И она Ее мама Понимаете И она пришла И она делает Первую тренировку В своей жизни Девочке Ну я всех девочек Так называю 36 лет Девочке И она начинает Приседать И я офигела У нее техника Идет просто Идеально Попа садится Правильно Ноги Колени не выходят За ступни Я офигела Слушай Ты реально Никогда не приседала Он говорит Да Я говорю Хорошо Так дальше И работаем Иногда С такими Вот С новичками Это не для меня Как чистый лист Вот то Что ты там напишешь Как ты их научишь Техники Так они будут делать Вот То ли приходит Другая девушка Которая уже там Говорит Я уже занималась И с тренером Я там Стренируюсь Три года И начинает Приседать И у меня просто Взрыв мозга Потому что Это Это колени То есть Приседание На носках Пятки Отрываются От пола Колени Заходят За ступни И я в шоке Говорю Слушай А кто тебя вообще Ставил технику Приседания Понимаешь И мне приходится Ломать ее Технику И стараться Научиться Как правильно И тут она Офигевает И говорит Слушай Вау А тут еще и попу Можно почувствовать Я говорю Ну да Вообще-то В приседаниях Твоя попа И твоя задняя Полезь бедра Это как называется Powerhouse Это твоя Сила Твоих ног А не в квадрах Понятно Вот То есть Нельзя сказать Катерически Что от приседания В вас полетят колени С правильной техникой С правильным выполнением Не без гонки Вот этим Побольше присесть Прекрасно Можно делать Приседания И мало того Даже любой Врач Даже стареньких Бабушек И дедушек Будет учить Приседать Ну я говорю Терапевт Реабилитолог Будет их учить Садиться на стульчик И вставать Делать те же приседания Поэтому не надо Так катерически Относиться К приседаниям Если правильно Приседать с коленями Все будет окей Да Приседать Две сферы без фарм Придержки Все хорошо С коленями Техника Рулит Саша Попробуй один день Опять же Ногаем Депутри Максимум А зачем Мне не надо Можно сколько угодно Комбинаций Придумать Во-первых На данный момент У нас зала Еще дальше Считается закрытыми У нас только Зал открытый На улице Извините Но в маске Тренироваться Когда ты задыхаешься На разогреве Даже я не хочу Дома у меня Жима нет Ногами Я прекрасно делаю Полно упражнений Изолированных Для ягодичных И жим Это неизолированное Упражнение Для ягодичных Так Кардио сжигает мышцы Да К сожалению Есть такой момент Может быть Такой Если ступеньки Быстрый подъем Вместо бега Можно Можно Кашка выносить А еще Если через каждую Вторую ступеньку Вот у меня Не зря дома Лестница Мои клиентки Некоторые ее ненавидят Потому что Вот там Очень хороший Попокач Получается А еще Если руки Взять Гантельки Или Гирьки Они у меня Каждую вторую ступеньку По три пролета Пробегают Жопа Потом горит Мало не покажется И кардио добавляется Как Саша Вы относите С периодическим Голоданием Наборомощечная масса Голодание И наборомощечная масса Ничего Во-первых Общего не имеют Во-вторых Категорически Отрицательно Отношусь Периодическому голоданию Потому что Ничего в голодании Хорошего я не считаю Тем более Если ваша цель Мышцы Я занимаюсь Включи на голодный желудок С утра Выпиваю кружку воды С льной меблепихой Опять же Смотря какая цель Если ваша цель Мышцы Не считаю Это правильно Тем более Если еще какие-то Тренировки Кардио Ладно На пустой желудок Силовые тренировки На пустой желудок Это булшит Не обидно За тех Кто спрашивает Совета на фейсбук Ну Девочка-то спрашивала О фитнес-группе Есть Одна тема По поводу Румынской тяги Если часто делать На всю Ягодичную То попок Вы говорите Будет растянута Это так Наверх Ягодичная Подкручивает Под себя Ну Вообще-то Раскачать Растянутая Ягодичная Это конечно Интересно Дело в том Что подкручивать Я не вижу Что ты видишь Подкручиваясь Зажимайте Ягодичное Надо То есть Очень часто Вижу Делают вроде бы Упражнения Делают те же Там Выпад Но При подъеме Не зажимают мышцы То есть Это то же самое Если на бицепсы Показывала То есть Если мы работаем Бицепс Правильно С самого низа Растянули мышцы Зажали Растянули Зажали То ли я буду делать Вот это Правильно То есть Да Короткая амплитуда Да Будет работать Или я только буду На растяжке работать То есть Я не буду дожимать мышцу Правильно То же самое Если вы в конце Не делаете Этот момент Зажима мышцы Я не считаю Что вы делаете Полную Амплитуду И функцию Этой мышцы Вот и все То есть Я не знаю Что вы имеете ввиду Подкручивать под себя Но зажимать мышцу надо Амплитуду Небудь Я не думала Я не думала Я не думала Я не думала Правильно Саша А у вас Какая категория На сцене была Боди фитнес Или фигура Честно У меня была Одна только Фотография Бикини И то Это еще был Далекий Кажется 2009 год И тогда еще Как категории Фитнес Бикини Вообще не было Это была выставка Олимпия Я там работаю И так получилось Что была между соревнованиями И была в форме Ни жопой Не было Просто по вопросу Сушена Еще с прессом Я говорю Слушай С моего тренера Спросила Я говорю Я там буду работать На выставке И там было объявление Они делают Типа фитнес Модель Соревнования И будут проходить На 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 Олимпии На выставке Там где проводятся Полуфиналы Соревнования Олимпия Профессиональные Конечно Хотела выйти на эту сцену Это был Мои первые Шаги на эту сцену Еще была Не профессиональном Не на профессиональном уровне Вот Я там вышла Тогда даже Я сама себе Купальник пошила Но не было Этих купальников Для бикини Со стразами Просто обычный купальник Я вышла на сцену Я помню Мне судьи сказали У вас недостаточно попы И слишком просушенный пресс В общем Такая была у меня История выступления По бикини Но я всю оставшуюся жизнь Выступала В бодифитнесе Когда появился Уэлнес Мне хотелось Выйти Потому что В принципе У меня ножки Они всегда были Такие плотненькие И мне поэтому Всегда приходилось Доращивать вверх Доращивать спину Доращивать плечи Чтобы сбалансировать Низ Вот А ноги Мне наоборот Приходилось всегда Ужимать Потому что У меня всегда Получалось Что ноги Больше верха И Я думала Зачем тогда Уже сейчас Ужимать Если на Вэлнес Наоборот Их можно еще Раскачивать Но дело в том Что Решила Начать тренироваться Поэтому В принципе Была причина Почему Решила заниматься С тем тренером Потому что Он именно Готовит Девочек Уэлнес Категории В Бразилии Вот И Травмировалась Во-первых Во-вторых Было все-таки Тяжеловато Это я знала Что мне нужно Будет поднабрать Еще хорошо В объеме Мышц Ног И так Поняла Что с моим С моей поясницей И с моими Протрузиями Это будет Трудновато Сделать Ок То есть Если я еще И выйду на сцену То скорее всего Опять в бодифитнес А в туалет Они без приседаний Ходят Ну да Саша Вы не выглядите Как мужчина Достаточно Развит вверх и низ Мне нравятся Голы женские А не мужской Как у которых Вообще Большой труд Нужен Чтобы такой Спасибо большое Спасибо Саша Ты готовишь К соревнованиям Или нет Дело в том Что нет Я отказалась От этого Некоторое время назад Во-первых Дело в том Что с развитием Вот этих Горе тренеров Которые Тебе скажут Что без фармы Ты ничего не добьешься Я не хочу С этим связаться Во-вторых Мне надоело Уверять Что и у меня Есть полно Доказательств Моих клиентов Которые Которые Готовились Без Какой-либо Фармы Мало того У них был опыт Подготовки С фармой С другими Тренерами И когда Они начинали Со мной работать Я сразу Ставила условия Без фармы Вот И прекрасно У них шла Подготовка И прекрасно Они выступали Вот Но опять же Как я с развитием Индустрии Хочу выйти На сцену Через месяц Я решила Я больше С этим не хочу связывать Потому что Я не хочу Вредить никому Здоровье И потом Просто умывать руки Когда у них Ломается голос Когда у них Начинает Обрастать Волосом Лицо Нарушается Гормональный фон И Обычно Вот после таких Горе-тренеров Такие Горе-тренеры Сваливают А потом Девочка Начинает Бегать по врачам И просить Как это все Восстановить А я просто Не хочу Это делать И спорить С теми Которые Тебе Говорят Что вот Я пошла И тренер Сказал В зале Что без Фармы Я не подготовлюсь На соревнования И я не хочу Уже просто устала Вот Поэтому Я знаю Долгий путь И Тот путь Который Надо пройти Чтобы сделать И можно Сделать Форму Но это Занимает Время Никто Не хочет Это делать Потому что Все хотят Быстро И Все Через месяц Я буду Фитнес-моделью И выйду Не занимаюсь Вот Поэтому С этим Я как сказать Завязала Работаю Были Недавно Девочки Готовились Но опять же До карантина Во время карантина И со всем Что сейчас происходит Я не вижу смысла Готовить Кого-то Потому что Опять же Еще один нюанс Добавляется Хоть убей меня Но На подготовке Иммунка страдает То есть Занижается Иммунитет И Брать на себя Ответственность Что ты Подцепишь Вирус Во время подготовки Я не хочу Вот То есть Я не считаю И поэтому Я сама Я еще думала В начале Прошлого года Что я Буду готовиться И хотела На 40-летие Все-таки Выйти В прошлом году На сцену Но Передумала Потому что Начался Карантин И все Залы закрылись И я так понял Что пока Этим заняться Не буду И поэтому Не вижу смысла Готовить сейчас Людей Потому что Все равно С этим Еще Надолго Будет Все Происходить Со С этим Вирусом И так Далее У меня Тоже Верх Маленький А таз И ноги Будь здоров Грушевидные Тип фигуры Ну Опять же В зависимости Насколько Вы хотите Это изменить Можно изменить Но Опять же Было бы желание И Вообще Нужно ли Это вам Сашка Выноситесь К креатину Креатин Я поставила Есть видео Зайдите пожалуйста На ютуб канал У меня там Называется Креатин Нужен ли он Да За и против Дело в том Что могу сказать Что Я Занимаюсь Профессионально Вот именно Бодибилдингом С 27 лет В тренажерном зале Я тренировалась С 17 лет И вот За все За это время Я к креатину Относилась Негативно Потому что Опять же На себе Испытала У меня И так С организмом Такое Что задерживается Вода И Я пробовала Раньше Креатин Моногидрат Он кроме того Что мне давал Вздутие живота И еще больше Сдержки воды Отечность получалась У меня ничего Ощущения Никакого не было Поэтому Я от него Отказалась Давно давно Но вот Буквально В прошлом Мне Посоветовали Креатин HCI Я поставила Видео Можете посмотреть Гидрохлорид Вот И я Офигела От результата Вот именно От этой формы Креатина И я отдавала Моим клиенткам Они пробовали И вот Они берут Именно Особенно Когда какие-то Сильные тренировки Ног И физичных Охрененное Ощущение Потому что Ты чувствуешь Просто Больше силы Мышц То есть Ты делаешь И ты Даже Первый раз Когда я попробовала Я знаю Свои рабочие веса Я знаю С кем я работаю Я Бас Добавляю 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 вес А мне все Легко И легко Я просто Офигела Не было Ни вздутия Живота Не было Отечности Но Во время Тренировки Тебя просто Реально Прет Не за счет Энергии А ты реально Чувствуешь Просто силу Мышц Вот То есть Результат Очень был Хороший И да Естественно Лучшее восстановление То есть Поэтому Видите Даже Живи Учись То есть Да Вот Именно Эта форма Креатина Мне подошла И очень понравилась Можете попробовать И когда Худею Видны ключицы А снизу Плохо уходят Вполне Вообще Это в принципе Нормально Особенно у женщин Так и бывает Верх В первую очередь Сушится А низ Всегда Тяжелее Но Это вам нужно Все-таки Пересматривать Питание Питание Нужно быть Еще жестче Еще чище И именно Больше сбалансированное Это все возможно Так Как вы относитесь Спортсменам Веганам Заметь Что без мяса Быстрее Вы становятся Булшет Без мяса Быстрее Ты не будешь Восстанавливаться Потому что Что такое мышцы Извините меня Ваши мышцы Построены Из какого белка Не из гороха Ок То есть К веганам Пожалуйста Будьте веганам Но могу сказать Что Уже был такой опыт Девочка У меня Моя подружка Потом была Клентка Она была Вегетарианка И она начала Как бы Ее трансформацию Тела Она сначала Хотела подготовиться На бикини Была еще Вегетарианкой Долгий процесс Не получалось И потом Наконец-то Когда она Добавила Элементарную Куриную грудку Она офигела От результата Она Вау Слушай Это вот что Ощущение мышц Это вот что Значит Когда ты чувствуешь Мышцы Это вот что Значит Когда ты чувствуешь Плотность мышц Так что не надо Мне рассказывать Что на горохе То же самое Что на тех же Куриных грудках Это раз Во-вторых Я знаю Сейчас такая пошла Тенденция Что там Начинается Клясся Я веган И посмотрите Какие мышцы А давайте посмотрим На этого человека С чего он начинал И в большинстве случаев Когда вы просмотрите Вот там Инстаграм Или его историю Вы увидите Что этот человек Нарастил себе Мышечную массу Не на горохе А на хорошем белочке Из тех же Куриных грудок Того же Той же говядинки И так далее А поддерживать И массу Можно в принципе И на растительном белке Так что не надо Вот А те кто клянутся Я там веган И посмотришь Пусть еще расскажешь Что может Тестостерончик Себе подкалывает Еще немножко Анаболиков Добавляет Так что не надо Хоть ты тресни Но на горохе Ты хорошую мышечную массу Не нарастишь Но опять же Ваше понятие мышечной массы Мое понятие мышечной массы Может быть разное Опять же Как я сказала Я не против У меня есть клиенты Которые Вегетарианцы Но опять же В зависимости от вашей цели Протеинные батончики Честно говоря На подготовках К соревнованиях Убирала И даже Вот последние Где-то 5 лет На подготовках Мы даже убирали Протеиновые напитки То есть Все Только из цельной еды И да Была Последние годы Даже такая тенденция Очень много Профессиональных бодибилов Мужиков Убирали Какие-либо Протеиновые напитки Протеины Тем более Протеиновые батончики И все Была Чистая Цельная Пища И результат Был намного лучше Хоть ты тресни Эти батончики Все равно Может и немножко И Дать вздутие Живота И может дать Задержку воды То есть Опять же Зависимости Но опять же Нельзя так категорически Говорить То есть Если у вас Хорошо идет процесс И с этими батончиками Да пожалуйста Но на подготовках Мы убирали Саша Правда Что после сушки Очень страдает грудь Когда возвращаются Прежние Туры становятся Некрасивые Нет Дело в том Что я как-то нашла Девчонкам показывала У меня есть такая фотка Когда Извините Вот это Это Я не скрываю У меня Стоят импланты Но этот размер У меня был Как-то свой Натуральный И Когда ты С третьего размера Просушиваешься До Кубиков пресса Но грудь Становится Ноль Вот тебя там Депрессняк Хорошо долбит Вот И у меня такая фотка Там полностью Просто в обычном Купальнике Без каких-то там Пушапах И там вообще Ничего Там просто Одни шкульки Висели Зато пресс Вот И Но на Межсезонье У меня возвращалось Все прекрасно Было Обычный Мой размер Тот 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 факт Что Могут Появиться Растяжки Это да Вот Поэтому Я не могу сказать Что грудь Становилась хуже После сушки Наоборот Лучше То есть Если ты имеешь Во время сушки Да Когда ты сушишься Извините меня Женская грудь Это Большое Это Жировая Ткань Поэтому Да Ты худеешь И к сожалению В первую очередь У женщин Сушится Грудь Вот Поэтому Хочешь Не хочешь Этот процесс Не преотвратить Unless Ты уже Ставишь Импланты Поэтому Я даже Ставила Пост Говорила Что вам важнее 6 кубиков Или грудь Опять же Смотря Какие кубики И смотря Какая грудь Кому-то И первый размер Прекрасно Кому-то И еле Прекрасывающиеся Кубики Нормально Поэтому Все относительно Вернемся К нашей программе Скажете Что я вам не рассказала Про питание Питание Итак Расписано Были По High Carb Day То есть Высокоуглеводные Дни И Низкоуглеводные Дни Еще даже Сапплементы Есть Расскажу Давайте Немножко Комментарий Приостановлю Вот Питание Завтрак Опять же Еще раз То что доказывало Что в принципе Как я и питаюсь Уже последние Сколько 14 лет Так оно в принципе Даже в самых Израильном Также подтверждается Яичные белки Рисовые хлебцы Банан И овсянка Я не знаю Почему правда Тут рисовые хлебцы И овсянка Ладно Дальше Предтренировочная еда Здесь Банан Протеин И овсянка То есть Опять же Углеводы Белок Углеводы Белок Хоть ты тресни Углеводы Белок То что вам нужно Для ваших мышц Дальше Третье Ува Дальше После Chicken breast Куриная грудка Whole wheat pasta Veggies In olive oil То есть Куриная грудка Паста Макароны Цельнозериновые И овощи И оливковое масло Потом Ужин То же самое На последний Прием пищи Яичные белки Казеин Ну Немножко Некоторые Были такие Вопросы К нему Потому что Добавлялся Honey Единственное Что было Мед добавлялся После Третье Постренировочный Прием пищи В принципе Имеет смысл Опять же За пополнить Запасы гликогена И на Низкоуглеводные Дни Просто Убиралось Немножко Углеводов То есть Там тоже Завтрак был Банан А Туда Пинобаттер Вот как мы В принципе И девчонкам Своим даю То есть Там Никогда Убираются Углеводики Вечером Мы добавляем Полезные жиры То есть Опять же Набор продуктов Тот же Никакого там Нет списка Знаете Девчонкам даю Вот давай Тебе на завтрак Не хочешь овсяночку Возьми рисовый хлебец Этот гречечку Все Вот Вам дали план питания Заплатили 175 долларов Следуйте Все Никакое чудо Программы Здесь нет Дальше И по Спортпитанию Креатин 5 грамм Кроме Хром Пиноколад Пиколенад Хорошая штука Я сделала Отдельно Я его принимаю Для тех Особенно Кто любит Сладенькое Не знаю Может быть Это Как эффект Пласиба Но Я могу сказать Что Практиковала Когда я его убирала Больше тянет На сладкое Попробуйте Если никогда не пробовали Хорошая штука Хром Он помогает Вашему организму Лучше Усваивать Углеводы Он Некоторых Будет стоять Вот Жиросжигателя Где Будет писаться Что помогает Опять же С усвоением Углеводов Также Я беру Корица Если вы не знали Корица Почему очень часто На диетах В диетах Пишут Корицу Добавляют В овсянку По тому же Принципу Корица Помогает Организму Усвоить Лучше Углевод И Помогает Чтобы не Поднимался Уровень Сахара Так Сильно Вот То есть Это Хром И корица Это две штучки Которые я принимаю На завтрак То есть Там где углеводы Обед Дальше Омега Дальше Витамин С Мультивитамины И Д3 Опять же Тот Обычный Набор Очень часто Который В принципе И рекомендую БЦАшки Да БЦАшки Глитамин Вот и все Вот вам Супер программа От Супер тренера Бразильского Опять же Ну опять же Я никого Не хочу Там Занижать Оценку Его Как тренера Или там Критиковать Опять же Он показывает Своих клиенток Очень Супер Результатами Я верю Опять же Очень часто Я как-то писала Такой был пост Фотографии До и после Мотивации Или антимотивации То есть Вот буквально Сегодня Прислала мне Клиентка Присылает Саша Там какой-то Поставил Там супер тренер Типа Трансформацию Фото трансформации Своей клиентки Говорит Саша Это реально Там реально С одной стороны Худенькая Маленькая Девочка С плоской жопой И буквально Вот сразу же Вторая фото Там ну жопа Как у бразилианки Мало того Остались те же Тонкие ножки А та же талия Ну там Даже не полностью Фото А только вот Где-то вот отсюда И до ног И все Я говорю А еще самое интересное Самое смешное Что типа Она была 88 паундов И стала 125 То есть 37 паундов Это практически Там ну 12-13 килограмм За год Наросло На жопе Ну понимаете Но иногда Это доходит До абсурда Это миллионный Там типа Миллионы У него подписчиков Ну реально Ну включите Логику Вы понимаете Вы посмотрите На любую Хоть как бы ты Изолирована Не тренировала Ягодичные Но ножки Будут тоже Немножко Уплотняться Не понимаешь Когда ты видишь Вот эти две спички И сверху Сторчит Жопа Ну поймите Что не будет Так Амлес Это там уже Прицеплен Или Нашпигованная Как турки Жиром Или прицепленные Импланты Что дальше Я не поленилась Захожу на ее Страничку Ни одной фотки Ее красивой Округлой попы Нет Зато Этот чудо Тренер Уже получил Очень много Комментариев И запросов На Свои тренировки Все Ну иногда Просто умейте Фильтровать Ту информацию Которую Там получаете И те фотки Которые видите Поэтому иногда Когда мне Говорят Вот я посмотрела Какую-то трансформацию Реально Или реально Говорю Просто еще Логически подумайте Посмотрите Проверьте Как человек Что он делает И как он делает И потом поймете Это правда Или нет Хорошо Вот Поэтому Как у этого тренера Я и сказала Что да У него есть девочки С хорошим результатом То есть Я так же Как я работала С моим тренером Ким Ода Я говорю Он классный Он то Что мне помог Добиться своего Я это все сделала Со своим телом Помогает девчонкам Работать дальше Но Самое интересное Опять же Что если он Ставит какие-то Фото трансформации Вы понимаете Что допустим Что допустим Вот у него Тысячу клиентов И только 800 Получают Хорошие результаты И он Эти фото И будет ставить Он не будет ставить Тех клиентов Которые Слились на пол Программы Которые не дошли До результата Которые не захотели Продолжить программу Понимаете То есть И там не было Вау Эффекта От фотографий До и после Он не будет Таких фотографий Ставить Понимаете То есть И тот же Этот бразильский Тренер Может у него Там Не знаю 100 девочек Клиенток И 20 из них Получили Охрененные результаты И он Вот за счет их И будет показывать И говорить Что да Офигенные результаты Понимаете Но это не значит Что 100% Его клиентов Получают Такие результаты Это может Зависеть Очень много Факторов Опять же От ваших Личных Возможностей Желаний Генетики И так далее Понимаете То есть И опять же Когда меня спрашивают А вообще Возможно Изменить там Фигуру Вот у меня там Плоская жопа Можно ли Можно Опять же Все будет зависеть От тебя И не надо Искать какого-то Чудо супертренера В первую очередь Нужно понять Что это Займет время Во-вторых Это нужно Набраться терпения В-третьих Нужно взвесить Свои возможности Что ты можешь Для этого сделать Если ты надеешься Что ты будешь Просто сидеть на жопе И там Раза три в неделю Тренироваться То может Тебе ничего не получится Или это тебя Займет 10 лет Но Или ты будешь Все-таки Иногда И менять Свой график работы И менять Свой график отдыха И жертвовать тем Что ты не посидишь Сегодня вечером Дома на диване А пойдешь Поднимешь жопу Поешь тренироваться Или ты будешь Ночью сейчас готовить Себе еду Чтобы на завтра Потому что Вы не растите Свои мышцы На тренировках Вы растите Свои мышцы Когда вы спите Когда вы кушаете Когда вы отдыхаете Понимаете И это очень многие Не понимают То что ты получила Супер программу Тренировок Это еще не значит Что ты получишь Красивую попу Это будет Все в комплексе Работать Будешь ли ты Следовать этой программе Как четко ты будешь Это следовать программе И тот факт Что ты увидела Будешь делать приседания И я могу сказать Что в большинстве случаев Когда вы сами тренируетесь Вы не знаете Свою грань Вы не знаете Свой лимит А бодибилдинг Или вот Строение мышц Без вот этих Маленьких Микронадрывов Мышечных волокон Не будет Поэтому Иногда Очень часто Получается Что говорят Что вот Ну почему нет результата Я хожу в зал Почему Я же делаю Делать Ходить в зал И четко тренироваться По программе На своем максимуме Это две разных вещи И все И получим Очень часто Получается Ходят в зал Но результата нет Только из-за того Что именно Просто Ходят в зал И очень часто Я с этим сталкивалась Потому что Получалось так Приходит на тренировку И просто начинает Делать Я говорю Что ты делаешь Ты понимаешь Вообще Какое ты движение Выполняешь Ты понимаешь Какую ты мышцу Должна проработать Не ну ты же показал Это движение Я делаю Не дорогая Я так не работаю Я хочу Чтобы ты максимально Чувствовала Именно рабочую мышцу Не где-то там Не что-то там А ты сказал Саша Я чувствую Пусть может не на 100% Но на 90% Ягодичную А не заднюю поле Бедра Поясницу Голень Жопа И там еще Там что-то То есть Чтобы максимально Чувствовалась мышца И только тогда Вы будете видеть результаты Не просто стараться Повторить движение А осмысленно его делать Не просто сделать О как там на видео Или там вот как написано А чтобы чувствовали Максимально эту мышцу И чтобы ты Фрикинг делал Этот последний повтор И ты уже все У тебя был отказ Полностью Вот на отказе Оно должно быть Если вы хотите Построить те мышцы А при всем случае Когда вы тренируетесь Ой уже начинает болеть Все остановилось А вот когда начинает болеть Это только Сам процесс Работы начался Понимаете Так что вот так Поэтому очень часто Не получается Режать Которую вы хотите Так Два делимся По вашим комментариям Thank you Так что вот такие Надеюсь вам понравилось Мой рассказ О программе Супер бразильскому принципу Вот Я постараюсь Выходить по части В эфир Пишите Какие у вас еще Вопросы есть Я поставлю ссылочку В описании Этого эфира На ютуб канал Заходите Есть очень много Видео интересные Которые вы часто Вы спрашиваете вопросы И опять же Как я сказал Постараюсь Буду почаще Заходить в прямой эфир И рассказывать Еще Новинка Какие-то Расскажу в следующий раз О этой второй программе Бразильской тренинши Честно хочу Я хочу к ней попасть У меня вообще была цель Поехать на свое день Наряжение Сделать себе Такой подарок Поехать в Бразилию И получить у нее тренировку Потому что реально Там девчонки у нее Плачут Сопли пускают Им больно И она их продолжает Тренировать Вот я чего Я хочу Вот Но из-за этого Всего карантина Локдаун Ничего не получилось Но я все-таки Доберусь до нее Ну как я сказал Я немножко разочаровалась Той программы Которую она мне Выслала Вот Я про нее тоже Потом покажу И расскажу Честно говоря Опять же Меня не впечатлило Вот И Но опять же Все равно Хочу к ней попасть Спасибо большое Спасибо Я рада Что вам понравилось Пишите в комментариях Если хотите Еще Какие-то вопросы По питанию По спортпитанию По тренировкам Постараюсь Вам ответить Хорошо Все Всем пока До следующей встречи Субтитры сделал DimaTorzok